Помолимся. Мир вам. Жизнеподатель, принесись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Господи, просим Тебя, благослови наши занятия, не допусти нам уклонения ни направо, ни налево от истинного понимания смысла. Сохрани нас в любви и согласии единомыслия по слову Твоему. Тебе же славу осылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сегодня 24 января 2020 год. Первое послание к Коринфянам. Третья глава. Восемнадцатый стих. «Никто не обращай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, чтобы быть мудрым». Толковать. Думаю, что это бывает иначе, а не так, как я сказал. Сделав легкий намек на согрешившего, опять обращает речь к тем, которые надмивались внешней мудростью. «Кто, говорит, думает быть мудрым в веки семь, тот будь безумным, то есть пусть отринет мудрость внешнюю, чтобы приобрести божественную. Ибо как нищета по Боге есть богатство и бесславие, слава, так и безумие по Боге есть мудрость. «Смотри, смотри же, не сказал, пусть отринет мудрость, но что гораздо более, будет безумным. То есть пусть ни о чем не умствует сам от себя, пусть не верит собственным доказательствам, но следует за Богом, как стадо за пастырем, и верует всему божественному». Вопросы? Идем дальше. Вопросы? Вопросы? Если я кого-то удаляю, вы пишите, вот как Игорь всегда пишет «Готов», потому что количество участников ограничено, мне приходится всякий раз удалять. Если видите, что вас не вызывают и вас нет в группе, пишите мне лично. Понятно? 1 Калифон 3.19 «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. Ибо она не только не способствует приобретению истинной мудрости, но, напротив, еще препятствует этому, потому что, высоко думая о себе, отвергает божественное учение. И таким образом оставляет во всегдашнем неведении тех, кто имеет эту мудрость, потому что они и уловляются Богом, как безумцы». Приводит свидетельство на то, каким образом человеческая мудрость есть безумие пред Богом. И говорит, что Бог уловляет мудрых, как безумных, то есть покоряет их собственным их оружием. Ибо при всем своем лукавстве и мудрости они обличаются в глупости и безумии. Например, одни думали, что не имеют нужды в Боге, а все могут постигать сами собой. Но Бог делом показал им, что и сила, и искусство, слово нисколько не принесли им пользы, и что они особенно пред другими имели нужду в Боге. Они, которые думали обойтись без всякой помощи. Итак, при всем своем искусстве, по которому почитали себя всеведущими, они оказались совершенными невеждами и в предметах необходимых более необразованными, чем рыбаки и кожевники. Комментарий Игнатия Лапкина. «Как бы человек не пытался показать себя смиренным и кротким и послушным церкви и священноначалью, каким бы степенным он не выглядел в своей благочестивой одежде, но если он не следует написанному в Библии, если он противится написанному в Библии, если он противится толкованию святых отцов, то он, высоко думая о себе, отвергает божественное учение». «А это значит, что все вышеперечисленные качества не имеют никакой цены, и такой человек является действительным полновесным врагом Божиим». «Вопросы? Дополнения, рассуждения?» «У меня есть вопрос. Написано было. Как написано? Где-то еще написано или только в этой главе?» «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано. Уловляет мудрых в лукавстве их». Так. Так, так. Кто знает ответ? «Есть в Писании вот это место, выловляет мудрых в лукавстве их». То есть апостол Павел мог привести цитату из Ветхого Завета. «Это в притчах могло быть?» «Это могло быть в притчах. Вполне. И в псалтыре есть. В псалтыре? Да, в псалтыре. Можешь 18-й псалм посмотреть, а с лукавым по лукавству». Ну вот, псалом 17-й, 27-й стих. «С чистым – чисто, а с лукавым по лукавству его». То есть мог вот апостол Павел и вот это место цитировать. Вполне, потому что выловляет мудрых в лукавстве их. Так, вот Сергей еще место приводит. Книга Иова, 5.13. «Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным». Так что вот, понятно, нашли ответ. И в псалтыре мог вполне. Но книгу Иова больше здесь как бы подходит. Более, так скажем, точнее. Ну тут еще можно «отнял у мудрых и разумных и отдал то младенцам». В Новом Завете уже. Ну, апостол Павел не мог цитировать Новый Завет, потому что его еще не было. Он мог цитировать только книгу Иова. Это Господь говорит. Ну, он бы сказал, ибо Господь сказал. Он сказал, написано. А то, что Господь говорил, еще написано не было. Нового Завет не было. Нового Завет не было. Господь говорит, благодарю тебя, Боже, что ты взял от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Апостол Павел пишет. Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано. И сестра спрашивает, где написано? Только здесь или в другом месте? И вот Сергей Евтушенко приводит ссылку конкретно, что он цитирует апостол Павел книгу Иова. Ну, а я дальше немного сказал, почему слово мудрых-то стоит? Вроде хорошее слово. А Христос про мудрых вот что сказал. Ты немножко шарики давай разверни. Апостол Павел не мог цитировать Христа, потому что слова Христа еще не были написаны в новом заветном контексте. Еще раз повторяю. А я тебе еще раз повторяю, что слово мудрый здесь в контексте вот таком лукавства идет, который Христос сказал. Мы сейчас разбираем не слово мудрый, а разбираем слово написано. А я дальше разбираю, говорю, что слово мудрый, почему здесь мудрый в контексте лукавства написано. Потому что так Христос сказал о мудрецах, что отдам все младенцам. Отдал, вернее, ты. Благодарит Господь отца своего. Бога отца и Иегову благодарит. Перед учениками. Ну, Иев тоже о мудрецах говорит. Зачем? Ладно, идем дальше. Не отвлекай. Первое Коринфянам 3.20. И еще. Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Толкование. Если же Господь знает, что умствования человеческие суетны, потому что в них нет ничего необходимого и спасительного, то как вы, Коринфяне, питаете мысли, противные Богу, и занимаетесь ими как бы бесполезными? Как бы полезными. Полезными. Да. Простите. Благодарю. У меня что-то со мной это. Поставил все с ног на уши. Следите за мной. Я могу не туда увезти. А теперь местописание Матфея 12 главу вспомним. Он взял у мудрых и разумных и отдал младенцу. 1 Коринфянам, 3 глава, 21-23 стихи. Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий. Толкование. Это, кажется, говорит к подчиненным, но поражает начальников, внушая, что они отнюдь не должны тщеславиться ни внешнею мудростью, так как она есть в безумии, ни духовными дарованиями, так как они принадлежат Богу, и даются для пользы подчиненных. Это значит слова, ибо все ваше. То есть, чего же гордятся учители ваши, и для чего вы надмеваете их и превозносите? Они ведь ничего не имеют собственного, но все, что у них есть, принадлежит вам, дано им для вашей пользы, и они должны быть вам благодарными. Между тем, опять упомянул о себе и о Петре. Это для того, чтобы слова его были не так тяжкие. И чтобы внушить, если и мы для вас получили дарования, и для вас поставлены учителями, то тем более нынешние учителя ваши не должны гордиться дарами, как бы собственным приобретением, ибо это чужие блага. И жизнь учителей говорит для вас, для того, чтобы вы учились у них и получили пользу, и смерть их для вас, ибо за вас и для вашего спасения они подвергаются опасностям, или иначе. И смерть Адамова для вас, чтобы вы уцеломудрились, и смерть Христова для вас, чтобы вы спаслись. Короче, весь мир для вас, чтобы вы через него восходили к Создателю, и тленностью Его научались желать благ нетленных. Для вас и настоящее, то есть благо, которое еще здесь дарует Бог верующим, для вас же уготовано и будущее. Не в том же отношении Христос есть Божий, в каком мы Христовы. Мы Христовы, как дело Его и творение, а Христос Божий, как и как Сын предвечный, и как имеющий своим виновником Отца. Таким образом, хотя выражение одно, но смысл различен. Ибо все наше не в том же отношении, в каком мы Христовы. Мы рабы Христовы и творения. А все существующее не есть ни что-либо, служебное нам, ни наше творение. Поэтому нехорошо поступайте, разделяясь по людям, тогда как вы принадлежите Христу. Вопросы, дополнения, замечания. Так, меня выбило или нет? Я вот это... Слышите меня? Вот это я вместо прочитал, слышно всем было? Не знаю, как всем, но никого тут не выбивало, по-моему. А, ну... Не выбивало меня, да? Да, все на месте. Я тоже был на месте. Мне показалось, что я вылетел. То есть все, я вот до четвертой главы дочитал, все слышали, да? То есть все, благодарю, Слав. Так, идем дальше. По прочитанному, по третьей главе все ли понятно? Нет вопросов, замечаний, пожеланий? Тогда дальше. Первое, Каинфонам 4.1. Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. Толкование. Мы, учителя, не что иное, как слуги. Почему же вы, оставив владыку, называетесь от имени нас слуг? Назвав апостолов и учителей домостроителями тайн, показал, что не всем без разбора должно преподавать учение, но тому, тогда и так, кому, когда и как должно. Тайны, как тайны, не должны быть открываемы всем, это не свойственно благоразумному домостроителю. Вопросы? Вопросы? Как же узнать, кому какие тайны открывать и о чем здесь вообще нам толкователь толкует? речь не о благовестии, явно, а о учительстве непосредственном. не мечите бисер перед свиньями, то есть бисер это вот такие глубинные толкования, которые людям, ведущие жизнь греховно, а им этот бисер пользы никакой не принесет, только они еще наоборот ожесточатся. ну вот, да, да, и это, как это доказывается, то, что речь не о благовестии, но вот то, что здесь это говорится, а мы в других местах писания читаем, как рассеившиеся ходили и благовествовали слово, то есть это говорит о том, ну, и их никто за это не осуждал, поэтому мы должны примирить эти места и понять, что здесь говорится об учительстве, о высоких тайнах, то есть именно тайны, а благовестие, что Христос умер за наши грехи, вот это благовесть, это не тайна, это всем как раз таки Господь и повелел открывать, всем. Тайна – это воплощение, ну, семь таинств, потом миропомазание, тоже это тоже объяснять надо, человек неверующий, он ничего не поймет, поэтому и зачем объяснять причащение, исповедь, ну, исповедь о покаянии нужно говорить, а об исповеди потом тоже. Ну, поэтому оглашение есть, чтобы человека подготовить к этим таинствам, принять их. Ну, Василий еще задает вопрос, где грань тех тайн, которые не для всех? «Небо врагом твоим тайну повем», кто переведет, кто в церковно-славянском силен и о чем здесь говорится. Ну, то есть не предам тебя. Не предам тебя. Ну, примеры предам тебя. писарь перед свиньями, совершенно верно, то есть если человек неверующий, то ему не об этом нужно говорить, а нужно говорить о любви Христа к человечеству, о Боге, хотя бы о Боге даже рассказать, а то и Христа еще не поймут. Ну, вот я, насколько помню, не мечите бисер перед свиньями, в толковании под свиньями подразумеваются верующие люди, но живущие греховно, то есть они на пути спасения, они могут быть в церкви, вот, а псы это вот внешние, то есть не мечите бисер перед свиньями и не давайте святыни псам, там я помню это толкование, что неверующими называются псы, а свиньи называются вот, ну, как вот этот вот, помните, в деяниях, он был учитель, но жил со своей мачехой в блуде, верующий, он, все, и что ему тогда, не, не, покаяние коринфянам будет еще это сейчас, вот, ему покаяние, получается, проповедуется всем, вот оно открыто всем проповедуется, покаять себя приблизо старствия Божия, вот, и тогда же свиньям, и что ему еще нажат свиньей, если он хоть и в церкви, как говорят, ну, лежит, в грехах, ему только покаяние, никаких высоких тайн других и не светит, есть для этого епитимии, для этого же, от тайны, епитимия же, от тайны, как раз и отлучает. Я хочу пример привести, вот, Игнатий Ильич постоянно об этом говорит, братья, не принимайте тех, которые ушли от нас и хулили, ну, это почти что все были такие, уходили из общины и хулили, то сруды, то там за глаза, некоторые до сих пор еще, как говорится, запах такой, воничная такая идет, что невозможно, вот об этом и говорится про таких, которые лучше бы, они не познали путь истины, чем познавшие возвращаются, как пес на свою блевотину, так получается, да? И как свинья идет валяться в грязи, да, 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 Рома, давай, фроник, микрофон включай только. Да, вот как раз Игорь поднял вот правильно, я тоже думаю, а Игнатий Тихонович говорит, что не надо очаровываться и тут вот апостол говорит, что про себя, кто мы такие, мы просто человеки, но тут где-то говорится в Библии о том, что не надо именно очаровываться, вот в этом смысле. А апостол, да, вот в нескольких местах он говорит, что мы просто слуги, не надо нас восхвалять там как бы как богов там, ну, ну, что-то вроде этого. Ну, то есть не говорите, что вы Аполло, там, Павловы, Петровы, там, Игнатий Тихонович, что вы Лапкинцы, вы не говорите так, мы Христовы. Ну, вот очаровываться вот именно такого нету, что вот потом уходят люди, когда очаровываются, потом... у меня тоже такое было, я, значит, когда вот узнал о Данилии Сысоеве, тоже, можно сказать, очаровался им так, а потом, когда стал понимать, что он тоже не во всем прав, и у меня такое, как бы, отторжение такое, как бы, ну, прям, чуть ли не против него такое, но потом хорошо я так дохожу, что он тоже человек, тоже может ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Они, как правило, начинают судить других, вы все в прелести, там, все, Игнатий Тихонович судит, это завистники, лентяи, да, все мы люди, каждый человек, он может ошибиться, может покаяться, если он христиан, главное, чтобы не было вот этого беспокаянного чувства, вот, и очаровываться правильно, ни в коем случае не надо, не создай себе кумира, вот, не обожествляй человека, и апостолов обожествляли, к ним, как к Богу, кланялись, он говорит, не кланяйся мне, я тоже человек, и он и сам апостол Павел, дальше, потом мы будем ниже читать, я не знаю, что вы, я за собой ничего не знаю, грешен я или не грешен, Бог знает, но вы это, как вы по мне судите, мне все равно, что вы мне говорите, главное, у меня совесть чиста, вот, и, бывает, люди обречают с любовью, а бывает, судят то, чего нет, мимо все, мимо, 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 поэтому тут, правильно, давай, Володь, что-то. А я немножко задаю, Даниила Сысоева, вот я сейчас слушаю его беседы, по откровению, книге откровения, он там проводит занятия со своей, паставой, могу немножко засидеть, что он человек, который был движим Духом Святым, то есть, он назидает именно людей на основании Слова Божия, то есть, авторитет Слова Божия превыше всего ставит, и очень многие мысли повторяет Игнать Тихонович, потому что Дух один и тот же, Божий действует в людях, то есть, в чем-то, может, где-то он, где-то, как вот, говорит, Роман, что-то не прав был, это я не слышал, а вот именно вот это, вот я слушаю его беседы, он именно авторитет Слова Божия ставит, чтобы никто ни кем не приблищался, и толкование святых отцов приводит. Володя, он конкретно говорил о зарубежной церкви, что это раскольники, еретики, где он не прав. Нет, это-то я не слышал, я просто говорю о том, что я сейчас на книгу Откровения слушаю. Ну, я тебе говорю, что у него в публикациях, прямо в книге написано, вопросы задают, и он отвечает, это раскольники, и все, больше у него никаких ответов не было. В этом он не прав, так его, да, научили. Также у него есть и по поводу крещения, то, что вот, и это считается действительным, ну, и, да, вот по поводу крещения, вот это его заблуждение. Так. Ну, опять вот Василий задает вопрос, если по телевизору показывают причастие в храме, но это же тайна, и всегда двери, двери, то есть мы закрываем двери, остается литургия верных, она называется, они верные, они не должны присутствовать, вот, а тут, как бы, с камеры человек заходит, и все неверные видят, как, причащаются, как бы, приходит такая мысль, что тайно открывается, или, а иначе смысл тогда двери, двери закрывать, тогда, если с камеры человек снимает причастие. Тайна это или не тайна, в каком смысле это тайна? Разговор идет-то об учительстве, когда разговаривают с тобой, а тут, посмотрели, чаша какая-то, там к причастию подходят бабушки потом, а что сейчас было с вами, а мне батюшка что-то такое кислое в рот, я так подержал, а потом выплюнуло на улице, ерунда какая-то. Если ходят люди и не понимают, то что они поймут, когда смотрят-то? А когда ты начинаешь объяснять, допустим, в очеловечении, воплощении Господня, Пресвятая Богородица осталась Девой, и вот тут начинается все у них, или о крещении, или о таинстве исповеди, и так далее, вот тут уже могут кощунствовать по полной программе люди, которые не понимают. Все, это теперь понятно. А тут нужно выбирать, что сказать и кому. Все, понятно. То есть кощунникам эти тайны не нужно открывать, чтобы они как бы их не хулили лишний раз, быть бисер перед свиньми, не метать, и понятно. Вспомни сколько раз на улице, ну я не знаю, не один десяток я попадался на этом. Люди даже специально вопросы задают, начинаешь беседовать, а они начинают кощунствовать, и прям не знаешь, что делать, аж краснеешь, а стыда за них. приходится быстрее и быстрее сворачиваться и уходить от них. Так, ну поговорили о тайне, идем дальше. Значит, 1 Коринфянам 4.2 От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Толкование. То есть требуется, чтобы домостроитель не просвоил, не присвоил себе того, что принадлежит господину, не располагал ничем, как господин, но всем распоряжался, как чужой, господской собственностью, принадлежащего господину, не называл своим, а напротив, свое почитал принадлежащим господину. Понятное толкование. Хочешь быть первым, будь последним. То есть и Христос показал пример, умывал ноги, и нам, христианам, нужно думать в первую очередь о пользе ближнего, а не о своей выгоде. А те учителя повели учеников за собою, то есть они именно не за Христом введили, вот эти ложные учителя. Апостолы, они ко Христу всех призывали. А вот эти свои мудрые, которые мудрецов слушали-то, им нравились вот эти, ихние лжепроповеди, вот, этих лжеучителей. Они говорили по-мерзки и вот хотели вот как-то вот... Я хотел пример привести, но как бы не библейский, а вот вспомнился мне пример из житей святых. Как на Руси у нас выбрали веру, послали их в Константинополь, они там в Софии были, в Самое Великое. Мы потом приехали и говорят, вот такое там было служение Богу и не знаем, где были, на небе, на земле. И все прям расплакались там, восхитились и приняли христианство. Приняли, приняли, а до сих пор перевели первую Библию на церковнославянский, острожскую, только напечатали в 1600-1568 году или 48 году. А на русский язык в 1876-м еще только через 300 лет узнали на русский язык. Вот и все. Радовались, радовались, что-то восхищались, а чему, сами не поняли. Экзальтация была какая-то и все, а веры-то никакой не было. Об этом здесь и говорится, что в обочине это в прелесть подать не надо. Нужно догматы сначала узнать, а потом уже построить, потянешь ты или не потянешь войной идти на 20 тысяч с 10 тысячами, как говорит Господь. Еще по этому месту Писания, вот он же говорит, что мы должны все принимать не как свое. И это не только учителям, это вообще каждому человеку наша жизнь дана не как свое, а как в распоряжении, как господин рабам своим Господь в притче дал талантов, одному 5, другому 2, другому 1, и потом придет и спросит, насколько умножил талантов. Потому что и вот это наша жизнь, все, что мы имеем, это не свое, мы должны это приумножить. Не только к учителям, но и ко всем относится. Ну да, и вот то, что святое для нас нам Господь дал, мы должны с такой же осторожностью, с такой напряженностью к этому святому относиться, что это не наше же, это Божье. Нельзя просто так пойти и начать там рассказывать о причастии, как там хорошо, а у нас, посмотри, о чем проповедуют. Каждый причащайся, придешь там, на исповедь опять причастись, только об этом все и говорят. Сразу о таинствах. А где оглашение-то? Где человека научить тому, к чему ты, к кому ты пришел? Не к чему. К кому приходим? Не к храму, а к Богу приходим. А потом, оказывается, Бог, он троится. И потом такие вопросы задают, хоть, говоришь, святых выноси, Да. Сначала, конечно, нужно человека научить, потому что его совесть, она уже сожженная, можно сказать, учениями вот этими атеистическими, которые нас вот 70 лет кормила, вот эта коммунистическая зараза. и он черное называют белым, белое-черное, он и кается в том, в чем и сону-то и не надо, может быть, каяться. А в чем бы надо покаяться, он думает, что это все нормально. Так, вот вопрос очень большой поднял, атеизм это безбожие, а коммунисты, они более того, они принесли кощунственное, антибожие, понимаешь, анти, ну, то есть, антихристово принесли. Богоборческое, правильно, и поэтому это просто так не уходит. Вот сейчас вопросы как раз начитываются, и там Алексей Второй отвечает, и он отвечает, да, был там атеизм, а теперь уже нет, теперь все хорошо. Игнатий Игнатий отвечает на этот вопрос, да, как же хорошо-то, да, все осталось на бытовом уровне. В церковь придут, да, придут, потому что они гонят сейчас, но дома-то что, везде к гадалкам ходят, я вот недавно узнал, у меня сестра, когда-то ходила к гадалке там, мама не успела умереть, уже там что-то узнавать судьбу, там сколько отец проживет. Чему это? Вроде в храмы ходят, потом как начинаешь узнавать, вот так поперек уха, аж в дрожь бросает, какая-то сатанинская бездна открывается перед тобой, и только, Господи помилуй, хорошо, что Библию читаешь и молишься, а так бы уже давно бы провалились все. Несколькими праведниками держится, видать, вся Россия. Гороскопы, это вообще болезнь всего населения России, и церковных, кто и в церковь ходит тоже. А слава Божьей, никто читать не хочет. Сколько раз вот, последнее время, я там сам-то не хожу, тяжело, ну привожу, приходят сестры, там вот сколько раз, и Сергий приходил, там и Володя, а вот встретил одного человека, там или женщину встретил, вот, а мы такую книжечку уже брали, а вы ее читаете? Да там где-то лежит, а вы читаете? Да что-то там пробовали, то есть конкретно, чтобы кто-то читал, там один, может быть, сказал или два раза, я слышал. А так, десятки людей уже встречаются нам, которые взяли из рук наших, прям, Евангелие, и никто не читает. А Евангелие красивые, крупным шрифтом, что еще, казалось бы, надо? Нет, не идет, а за городском побегут, за третью земель, к этим гадалкам, еще деньги дадут. Вот так. Да. Первое, Карифонам 4.3. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, Толкование. Карифи не страдали следующим недугом. Те, которые разделились между собой из-за учителей, как судьи, осмеивали и отвергали мужей благочестивых за их неученность. Напротив, людей порочных принимали к себе за их красноречие, опрометчиво произнося следующие приговоры. Такой-то лучше такого-то. Этот ниже его, тот превосходнее этого, а этот того. Итак, когда Павел сказал, что от домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным, и этим, казалось бы, дал им повод судить о жизни каждого из них, отчего произошли бы еще большие неустройства, то для предупреждения сего зла удерживает Коринфян от суда и говорит, для меня очень мало значит. Как бы так, говорит, подлежать вашему суду я почитаю бесчестием для себя. Потом, чтобы не оскорбить их и не показать к ним презрение, присовокупировал. Или, как судят другие люди. Никто, впрочем, да, не обвиняет Павла в безрассудстве, ибо это говорит он не о себе собственно. Его никто не судил. Но, чтобы других не судили, он принимает на себя это и тем совершает, что нужно. Я пример хотел сказать сразу про этот вопрос. Давай. У нас часто к нам в общину люди, которые попадают через интернет и говорят вот там у вас такая община большая. Потом чуть-чуть познакомились и говорят а что у вас два-три человека там Сергей да Володя больше никого там и не видно. А остальные почему там сидят и ничего не делают. Вот как раз об этом идет разговор. Да, у нас много братьев там сестры и так далее. Но это люди они молятся они верующие. А то, что они мало участвуют это ну каждому каждый по своим там силам решают. Может быть кто-то стоит на перепуте и так далее. Да, это плохой пример конечно не очень но об этом надо говорить просто и побуждать людей чтобы они были активнее. У нас как-то было собрание и решили посчитали ну это когда еще было человек около 100 и решили так, что активных членов в общине всего 15% а остальные просто ходят молятся. и вот очень большая вероятность что охота таких людей посудить мы-то вот все сколько делаем а они-то вот не делают не такой должен быть подход. Апостол Павел трудился трудился сколько всего а потом говорит вы царствуете а мы вот в нищете а потом говорит если бы действительно вы царствовали то есть этим он показал вы царствуете ну как да вы ко Христу относитесь понятно царство небесное идете а мы нечествуем то есть мы ходим проповедуем и нас гонят но если бы вы действительно были прямо на пути ко Христу а то же все равно придется вам в скорби претерпеть так лучше претерпеть за истину нежели когда Господь за вас возьмется по вашему как лени вашей духовной и потери первой любви Господь же сказал приду и сдвину светильник смотрите то есть вот о чем речь ну вот такой пример это наши общины не надо судить а надо рассуждать и просить молиться и благовествовать братья все время побуждать ну что мы пытаемся делать все активные да мне нравится такое выражение то есть настоящий командир или даже вернее не командир полководец военную тему братья он всегда настоящий он не говорит вперед солдаты он всегда говорит за мной то есть в чем разница то есть он своим примером показывает и тогда за таким апостолом идти легко у нас Христос он первенец из мертвых он говорит за мной мы все за ним идем и за апостолом которые шли за Христом вот а те которые судят они лежа на диване говорят а что у вас никто ничего не делает а сам ты что сделал я а что вы меня судите ну вот начинать не судите да не судим он будет сам палец о палец не ударил а вот ему охота вот таким критиком быть сектоведом понимаете как Дворкин он всех судит все у него еретики все там а не надо мы что ты судишь чужого раба у него есть их и судья Христос ты зачем на место Христа встаешь даже если он много делает и лежа на диване бывает что вообще человек лежит даже у него движется там только одна там пальчик и то сколько трудится компьютер но судить других то не надо вот смысл какой потому что ты этим своим осуждением ты накладываешь печать на себя уже вот как суди вот вот в чем вещь стоит да апостол Павел еще вот он говорит я да сам я и сам себя не сужу вот чтобы так сказать надо отвернуться себя и служить то есть Христу полностью с полной отдачей тогда ты не будет тебе и время самого себя судить и нет дела тебе что тебя судят другие и нет дела что ты сам себя судишь кстати когда мы начинаем говорить о московской патриархии и так далее почему нас батюшка часто останавливает ему кажется что мы вот всех осуждаем и потом такие вопросы появляются и что только вы одни спасетесь а все остальные погибли вот такого чтобы не было не нужно до суда доводить а нужно рассуждать ну а теперь уже дальше от рассуждения до суда небольшая как говорится небольшой шажок поэтому надо знать священное писание и стараться по священному писанию говорить а не просто от себя допустим все это даже когда мы говорим о священниках мы не говорим что мы их осудили они все теперь в аду мы говорим о том что нужно трудиться вот как я посмотрел небольшой ролик Романов Роликова он там беседует с батюшкой ну как говорится бог ему судья как он там с ним беседует но он прямо священнику сказал что вы не по Евангелию говорите и он ничего ему ответить не может священник вот в чем дело он говорит вас наверное совесть обличает и тот молчит понимаете вот каждый бы из нас так поговорил там со своим священником и глядишь бы может кто-то из них действительно бы покаялся обратился и начал бы вести занятия по слову Божьему своим прямым действием бы начал заниматься а не тем чем они сейчас занимаются машинку там чистить снежок там вот так чистить вот так твое ли это дело ты возьми его быстрее Фроликова этого и занятия с ним проводи первое Карифонам 4.4 Ибо хотя я ничего не знаю за собою но тем не оправдываюсь судья же мне Господь не подумайте будто я отвергаю ваш суд из презрения к вам или ко всем прочим я и себя почитаю не способным к такому точному исследованию не знаю за собой никакого греха потому что не могу верно и точно судить но тем не оправдываюсь то есть я не чист от греха может быть я и совершил в чем-нибудь но сам не знаю об этом один Господь может точно и безошибочно судить заключай отсюда сколь точен и обстоятелен суд будущий вот удивительно да у нас к сожалению в православии принято грешный супергрешный многогрешный это нормально но уже самое главное чаще исповедоваться чаще причащаться а здесь апостол Павел я не знаю с собой ничего о этот в прелести этот в прелести он своих грехов не видит ну ну скажи ладно я не вижу скажи в чем я виноват как я как бы как бы от апостола Павла говорю ты виноват ты в прелести ну в какой прелести скажи как в чем она выражается ну ты ты говоришь что ты от Бога рожденный ты родился свыше там у тебя откровение Божие ну и что писание об этом говорит что Бог нам дал власть называться сынами Божьими и все на этом то есть все и все и они дальше не могут и ничего только осудил человека вот он Христа он себя сыном Божьим назвал о богохульник никто не называет себя сыном Божьим вот можно тут еще немножко по первому пункту тут не подумайте будто я отвергаю ваш суд из презрения я и себя почитаю неспособен к такому точному исследованию то есть он говорит апостол Павел он же пророк новозаветный можно сказать и точное исследование а почему потому что он не поставлен судить каждого человека не для этого и поэтому даже у него таланта такого нету судить но у него есть у него высочайшая есть как говорится божественная миссия это идти проповедовать он говорит горе мне если не проповедую вот это самое главное а как там кого-то правильно сказали что грешник неправильно подождите давайте будем жить во Христе и он поэтому обращается ко всем сразу скопом ко всей общине везде в любой возьмите братьям святым во Христе освященным святым братьям одно только у него есть святые братья и представляете как это всех сразу взбадривало людей какая благодать была от этого ну так он потом и приходил и благовестовал или писал такие прекрасные послания письма которые объясняли многое после этого надо теперь дальше что-то сделать да он говорил просто слова но это не словоблудие эти слова вдохновляли люди шли за Христом шли исполнять заповеди Божьи ну смотря например Павла ну пускай за ним тоже шли он говорит у нас должны быть те же чувствования что во Христе Иисусе то есть побуждать других исследовать исполнять закон Божий любить Господа да да но он еще апостол Павел всегда говорил смиряю и порабощаю тело мое дабы проповедуя другим самому не оказаться недостойным то есть он на себе тоже думал то есть как здесь вот он говорит что я не знаю за собой ничего и мы должны ну на нас какая миссия то есть чтобы и внешне не говорили про нас там ничего там греховного чтобы за нами они не читались потому что мы не сказали как ты учишь там о Христе а сам живешь там о грехах большая ответственность потому что не будут верить человеку который говорит там не пейте у самого рот вине или перегаром или как ему поверят нет конечно нужно как ты уча другого не учишь себя самого в первую очередь сколько раз за собой замечал читаю ты не сможешь проповедовать если будешь бухать вот это у нас братья пожалуйста что один что другой один ушел а другой тут пришел наоборот его бы не проповедуют Андрей какой был проповедник сейчас он ничего не проповедует потому что его грех ему не дает они такие грехи ты что это слишком это слишком смертные грехи я думаю что-то ковыряться вот он не ковыряется апостол Павел и поэтому говорит я так не исследую а тут можно конечно грешный конечно найдем грех и в его грех тоже мог бы найтись если покопаться но не это же было а главное Господь уже сказал праведен а потом дальше уже тут сатана начал вести борьбу то есть зло с добром и встретились в сердце самого и его праведного и богобоязненного вот так поэтому я не думаю что прям рот там в этом вине это чересчур нет я пример привел если ты допустим сказал бы о иудеях когда они кощунствовали сами вот Господь об этом и говорит ну апостол Павел говорит кощунствуя сами говоря не это не прерыводействуйте сами кощунствуйте с идолами то есть заигрывайте вот такие вот грехи да вот это было а то что там винопийцы тоже были что там говорить я акцент не на вино делал можно любой другой грех вместо вина поставить как пример я говорил о том что учителя должны быть как апостол Павел безукоризнены то есть и все и здесь апостол Павел говорит обо мне никто не судит о духовном судить никто не может он живет безгрешно как его осудит кто если он живет по Евангелия ни один душевный человек духовного он не может о нем судить он не может в нем найти ничего если он в духе святом живет движимый духом святым православие учительство это вообще самый больной вопрос который только есть учителя или не учителя старцы были то что говорят никто не вот и дальше вот он пишет 1 корифон 4 глава 5 стих посему не судите никак прежде времени пока не придет Господь который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения и тогда каждому будет похвала от Бога толкование видишь ли что Павел запрещая коринфянам судить других вступается не за себя он всегда переносит на свое лицо то что касается других и в своем лице получает тому чему намеревается научить ныне говорит сокрыты дурные дела они разумеются под выражением скрытые во мраке и человек нечестивый и развратный часто кажется добродетельным но тогда Бог откроет все обнаружит и самые намерения сердечные иной например превозносит здесь кого-либо похвалами доброе дело но его намерение может быть и дурно может быть он хвалит не с доброй целью другой напротив обличает здесь кого-либо но не с тем чтобы исправить а с тем чтобы обнаружить слабости ближнего но все подобные намерения сердца тогда будут открыты следовало бы сказать или наказание или похвала но апостол обратил речь к лучшей стороне он говорит всем будет похвала от Бога надеется что все мы верующие будем спасены и получим похвалу от Бога вот о суде мне очень нравится житие Виталия вот когда его братья осуждали то что он ходил в дом терпимости ну и один даже прям чуть ли не ударил там а намерения у него другие были он платил деньги и эту ночь свидетельствовал этой пашей женщине она в эту ночь не занималась этими мерзостными делами и он многих блудниц этих женщин обратил от этого греха им стало стыдно и когда он умирал а на него же пожаловались эти служители церкви на этого монаха что вот он в дом терпимости ходит но епископ не поверил то есть они его судили они его там видели за руку не хватали но уже достаточно было соблаз какой кто же монах туда ходит а намерения у него были добрые и не судите и когда он умир и пишет хорошо что я микрофон там выключите хорошо что я не поверил осуждающим его на этот стих нужно еще вспомнить что сегодняшние вот эти вот поставления святых вот эти это все нужно было как-то опустить ну просто память вот этих мужей верных христу поминать и все а у нас жития святых этот этот вот уже святой этот наверное еще не святой пожалуйста и начали всех подряд уже и ушаков там там нахимов сталина уже начинают яна грозного к этому готовить матронушка люди которые непонятно как они к евангелии относятся к христу скоро вангу осветят святой будет а так вот последовали бы этому стиху не суди не судите никак то есть ни в дурную сторону ни в эту да делали бы память как там они жили люди узнавали бы и все глядишь бы мощей бы этих не было не надо было некроматством заниматься делить трупы людей на части зашивать платки нигде об этом и не сказано у христа да какое же будет у людей разочарование мы с этим святым мощи его резали а там на суде окажется что никакой он не святой или наоборот которого там осудили а он как монаха Виталия думали что он блудник то все он оказывается уже после смерти скрылось и эти блудницы пришли на его могилу и плакали и благодарили его за то что он их от этого греха избавил проповедями своими ночными наверное скорее всего в царстве небесном окажется что святых то намного больше на самом деле просто не всех узнали особенно последнее время при коммунистической богоборческой власти сколько людей ушло на небо не отрекшись от христа никто не знает к чему зачем так стремиться а со святыми упокой всех кто участвовал во второй мировой войне всех отпевают а кто в первой мировой войне участвовал не отпевают потому что они не попали под милость этой власти советской ну как так можно надо же разбираться и во первых действовать вот поэтому вот поэтому апостола Павлу стиху сейчас прошел пожалуйста вопросы можно не по прочитанному любые у кого есть желательно духовные конечно ну если вопросов нет я расскажу небольшой рассказ из дореволюционного журнала паломник есть вопросы подождите секундочку сейчас микрофон то Василия нету у тебя микрофона то надо время не тратить или заранее уже подготовлено так по учению церкви куда идут праведные до пришествия до пришествия Христа вот такой вопрос жития жития Василия Нового Феодора Цареградской просто откройте и посмотрите мы уже не раз выставляли принято считать так как было в этом видении слово Божие не утверждает Джон Буньян путешествие Пилигрима показывает то что видел Стефан коресница возносит его в рай не 40 дней а сразу а какое правильное понимание православные ссылаются больше всего на жития святых на видение которое было после смерти Феодора Василия Нового Григорию послушнику а что как описать нельзя глаз не видел уха не слышал на сердце не приходило а грешники грешники идут в ад сразу идут и горят и это почти у всех кто обмирал даже у сектантов это видели мука страшная неописуемая вот сейчас один какой-то военный выступает в войну рассказывает и говорит вот время как растягивается допустим взрыв ударила пуля ударила и ты ее не видел ничего а он говорит снаряд ударил я вижу снаряд подлетает и снаряд медленно приближается около меня и в землю бьет но не взорвался значит не рассказал как это время растянутое да действительно бывает и так один день как тысячи лет и бог господь это показывает вот так что на вопрос что так как есть не знаем так вопросов нет больше тогда расскажу рассказ этот он называется просветители в один сельский большое село прислали священника молодого Игоря а жена у него кажется фельдшером работала Юлия звать ее и вот ну как все так настоятель ферапонт а он ревностный такой ну выйд служба закончилась во дворе мужики толпятся и курят ну разговаривают там еще есть а он давай их собирать и давай им говорить и люди стали задумываться о жизни а жена у него грамотная такая в этот день она никуда а только стала собирать молодых мам там кто старые приходили с детьми заниматься а настоятель то старый то увидел когда что народ уже не к нему идет а больше к этому к молодому к Игорю и он сильно забеспокоился и настращил донос собирают людей непонятно что вот так вот и бывает крамала разная майдана и революция архиерей не разобрался и дал постановление с такого-то числа с 1 февраля в такой-то монастырь пускай едет и там месяц проведет ну молится и больше ничего нету ну так и сделали настоятель радостный пришел и говорит давай Игорек собирайся а куда да вот туда да как а матушка я не знаю но он простился с ней ты говорит не бросай дело собирай людей ну Юля собирает молится а он туда приехал в монастыре посмотрел монастырь солидный стал говорить ничего монахи не знают а он с первого дня начал проповедовать Евангелие чистое Евангелие друг другу монахи стали сообщать обычно то больной то кто все приходят и больные и все таращатся обстановка так изменилась к нему идут на исповедь говорят я вот исповедую сколько раз один и тот же грех один и тот же грех вот только грешный супергрешный архи грешный а он им говорит вы все святы освященные благодатью Божией верой в него а грех это тяготение грех обладает силой притяжения надо бороться ну и время уже уходить а монахи теперь ходатайствуют чтобы его не отпускали домой он говорит да вы что братья у меня же там семья дома то я про детей не помню были или нет дети ну и вот так это как бы заглохло но вот к архиерею к этому который отослал приезжает его знакомый генерал на архиерею стал жаловаться народ в храм не ходит и на исповедь не идут и с пушки бей нету а генерал говорит нет у нас говорит монастырь рядом я редко бываю а тут что-то пришел ты знаешь говорит зацепил он меня крепко чего я от себя никак даже не ожидал у меня говорит слезы потекли а я спросил как звать она говорит да Игорь звать он молодой еще ну лет 35 наверное ему архиерей говорит а откуда он такой у меня такого там и нет в монастыре не знаю владыка ты сам посмотри но я думаю на тебя бы задел ты тоже тут в рутине документы листаешь да отпущаете да по 5 раз вещаете и вот архиерей взял послушника переоделись ну обыкновенная монашеская черная и поехали приехали туда как раз вечерня но они встали там где сзади темнота не видно там электричества не было еще и вот он стал говорить вышел и как он начал говорить и архиерея как на ладошки вывел это он как будто про архиерея рассказывает а послушник рядом который там он думает о нем он спросил откуда да это недалеко здесь километров 70 от нас село такое там у Стальменка оттуда говорит он ну он тогда решил давай-ка мы туда съездим то приехал туда узнал кто тут староста узнал правду послал говорит его послал говорит туда такой был был но сейчас нету уже больше полмесяца прошло ждем назад а он его завел к себе староста ну угощать начал там у него рыба как раз попала в мордушке но никак он смотрит на архиерея ну что-то знакомое ну кто такой ну и стал говорить беда-то какая такой у нас батюшка был как его полюбили ну прямо везде все помогает бабка какая работает дрова напереть и сам там и крышу кроет перекрыли тут одну и он тоже наверху а говорил проповеди заслушаешься ну он поблагодарил я архиерея вышел и ушли а он в другую комнату зашел староста-то глянул а там портрет висит архиерея он чуть в обморок не упал бабка так это же архиерей был ты смотри ну теперь будет что я наболтал то все рассказал что же ты делаешь сам себя корит ну а тот месяц отбыл и вернулся вернулся а тот командует ему уже не дает и зажимает его только приехал из епархии большой пакет пришел ну он говорит матушка наверное архиерея снова получил на меня что-то надо собираться ехать куда-то отправлять далеко наверное куда-то большой улуй отправят а там народу а там народу много говорит но все неверующие когда он эту посылку то распечатал смотрит а там камилавка его протеереем настоятелем ставят а тому Ферапонту тоже пришел пакет что он понижается в звании и будет теперь как младший у этого у Игоря и называется статья про святители вот я совсем имена-то там не запомнил но так как мне кажется кому более подходящие поэтому надо везде сей доброе семя всегда пожнешь что посеял тогда день жатвы придет не замедлит пожнешь что посеял тогда а рядом страшное поле не враг ли засеял там зло колючей опасной травой как густо оно заросло вот это песнопение есть такое у сектантов вот оттуда все идет проповеди нет ничего нет недавно мне проповедь подкинули Андрея Ткачева и он там говорит по порядку ну проповедь того стоит третья глава Исаии касается такого это мы это мертвые вот это это мы и везде мы труп настоящий и ни один ни два вся церковь уже говорит ой-ой-ой то есть как будто говорит на нашем сайте где-то прошелся я даже не против был бы уже и поговорить хотя вначале когда я услышал я сказал даже вполне вероятно он на меня бросится где-то ну ему сейчас не до меня значит находятся люди которые говорят невзирая на лица ну конечно он не трогает вышестоящих а просто говорит о народе а если о народе говорит не договаривает надо говорить мы такими их сделали мы не проповедовали и мы такими их сделали я беру пример такой вот приезжает из-за рубежа и там бездетная и покупают здесь детей беспризорные или брошенные родился ребенок калека его бросили и они берут самых негодных взяли девочку одну а у них заячья губа там все разрывай носа почти нету и они только в первое время сделали 17 операций такая красавица теперь она уже взрослая и она все рассказывает другая также рассказывает в Германии когда отослали они там были и она у одной крестьянки работала богатая бабка была разорили ее и держали поросенкой и он вырос когда свинья бомбы бросали снаряды и она выскочила свинья и пошла по Берлину поймали так она свинью закололи она всю свинью хирургу унесла чтобы он ей сделал операцию у нее что-то неладное с языком было и она которая девочка она плохо разговаривала и она ее сделала так что она все разговаривала но строго лютеранка была даже меня по рукам било что я неправильно делаю и когда советские появились она ей говорит ты пойди заяви у вас дома трудности сейчас а ты русская тебя там ждут это родина твоя и она содействовала тому чтобы ее домой отправили ну и теперь она рассказывает эта девочка это выросла у меня как пример как маяк вот эта лютеранка я то недовольна ей была она меня притесняла она меня учила всякой работе шить ухаживать но мне то девчонка маленькая неохота была а потом все открылось как она делала ради Христа вот тебе и светильник на высоком месте не судите прежде времени а вот говорили сейчас о том кто-то там как-то увидел да не такое это у Пимина написано великий в город зашел это у Исесоя кажется есть такое же и слышит в народе такой разговор везде люди печальные здесь был праведник один жил за сто лет едва ли один такой рождается но он праведник как по ихному заперся там молился или что-то что-то было но он решил посмотреть пришел и в это время видит стоит у него около постели там монахи там отпевают и стоит рядом сатана и в руке у него трезубец ну как вилла только с обратными жабрами и бьет его в грудь и душу его вынимает с него то есть совершенно противоположное человек жил делал правильно у людей было мнение такое поэтому не суди никак преждевремени это вот такая причина нам это не открыто вопросы ах тут я не вижу Елены это нет наверное не успела или здесь она я услышал она была у Алевтины Петеремовой и я написал ей она была говорит каким-то прибором что-то там помогла ей и она начала разговаривать Алевтина она сидеть не могла а тут сидит я говорю неплохо было бы если ты меня взяла меня туда не допускают она говорит с чем разговор я говорю заезжай хоть сейчас и она приехала меня взяла и в Краевую больницу увезла я там у Алевтины был только что оттуда вернулся поговорили я фотографировал заснял разговор этот ну а потом я в коридоре меня попросили выйти там она начала ей раздеваться там что-то делать процедуры сама Елена Гладыщук вот как дело обстоит поклон она всем передает Алевтина мы разобрались сейчас мы с Алевтиной дружим на будущий год будет ровно 50 лет вот человек с которым ни разу мы не поссорились никогда нигде слухи разные пускать там ничего не было ни одного недовольства не было за 50 лет а мы очень близкие она сама обратилась Алевтина когда познакомились а я пешком к ним ходил околаза они жили завод туда к Булыгина вот муж не обратился а она обратилась и дети у ней 6 3 сына и 3 дочери все дочери православные одна в Томске Михаил Фаст это племянник отцу Геннадию Фасту она его жена матушка очень замечательная женщина вот другая даже тоже жена дьякона вот ну третья у нас здесь в общине Клерошанке вот никак мимо не пройдет мы разговаривали когда а у нее у него ее родителей то нету баптисты ее родители а отец то не верующий оставил а мать то так и она свидетельств она из баптиста пришла в православие мать но тут с ними жили родители его мужа он Кузьма Константинович там она как раз Александра Нифонтова Нифантьевна или как и вот они обратились из баптиста вернулись в православие а Алифтина то с кухни до домой с кухни до домой в комнату готовила там или что она мало и слышала и обратилась ее никто не поколебал и вот она теперь очень больная там операцию сделали но как будто полегче стало потому что от Елены ей большая польза она что-то там ну-ка высоковольная не знаю какое такое массаж делает там электроволнами такой трет я даже знаю польза говорят есть но она еще что-то ей помогает вот тоже помолитесь о ней можно говори ром вот прочитал Кирилл Сахаров пишет что самое важное это остальное это не менее важно это в отличие от слов который говорит попробовать важно более важно чем Геохаристика вот и еще вопрос такой ну а это правильно я так рассуждаю или нет и второй вопрос он пишет это он писал про баптистов которые он пишет что баптисты не понимают что и под Ехаристией истинное тело и истинная кровь они это понимают символически так ли это да так а зачем разделять вот они там собираются кружок православный и батюшки задали вопрос а тоже в журнале написано батюшка а что лучше на службу идти или мы занимаемся слово Божие разбираем а батюшка ответил да вы сами смотрите как вам хороший батюшка то почему было не ответить то сходите на службу как у нас от литургии а потом занятия идут а потом вторые занятия по интернету ну батюшка то что уж так не знает что без литургии то жизни нет надо молиться это все правильно воскресный день и ответ был бы простой так и здесь понимают не понимают мы должны говорить они не церковь но они хорошие потому что слово Божие ощущает их вы ощущены через слово которое вам проповедано еще тогда вопрос а почему тогда Игнать Тихонович вы говорите если бы баптисты принимали священство то я бы был баптистом ну конечно я тут я тут я тут не востребован а у них во всех городах пока не разобрались кто я давали говорить а тут нету ну я сказал что если бы было то есть настоящая церковь а у них живое евангелие на русском языке то я там востребован я как раз этим и живу но у Бога другой план обо мне был как здесь вот это все сделать когда вот такой застой когда уже все как мертвый труп как Андрей говорит Ткачев вот так ну еще уточню вопрос в том что раз у них евхаристия как бы неправильная да да никакой нету берут просто хлеб ломают он непосвященный рукоположения нету то есть благодать она трех видов как пишет об этом Феофан Затворник призывающая проповедь обращающаяся покаяния и освящающая у них первые две счастья есть третья нет у православных третья есть первых двух нет поэтому такая статья я знаю его этого человека даже встречался с ним архиепископ он говорит православие в протестантизме протестантизм в православии то есть а значит вы бы не участвовали в их евхаристии будучи баптистом а как бы участвовал когда ее там нету ее нету просто берут хлеб ломают воспоминания и все никакого тут тела Христова нету я говорю вы верите нет и когда он ко мне ходил один беседовали его звать Василия а она Наташа у него отец диакон нет пресвитер у него у Василия баптистов ну диакон там все по их пониманию а так-то они никто а у него пресвитер у нее диакон ее а он пресвитер и мы с ними беседовали и он обратился обратился и задал вопрос тут был Алексей Дмитриевич Никонов пресвитером у них ну пресвитер по нашему лже пресвитер в Барнауле ради еще 67 собирались баптисты зарегистрированные и он говорит у нас вот совершается вечер любви такой-то день там что у нас тело делает это хлеб телом а пресвитер сказал нет это у православных вон а рядом Никитина 137 это у них есть так у них есть это есть а у нас нет он говорит нет он тогда прям громко говорит Наташа вставай пошли и вышел и все а потом стал священником пришлось мне везти их в Новосибирск договорились полное погружение большой бак на втором этаже туда таскали таскали воды и он обратился но у него знакомые были протестантов лютеране и он пригласил их на это торжество и они глядя как он принимает православие еще две семьи обратились а он бывший исследователь КГБ вот какие чудеса Бог делает и он обратился то есть вы будучи баптистом ну предполагаем да я ни дня не был баптистом откуда взяли то есть ни одного дня ни одной минуты если бы у них было священство если священство было конечно я там более востребован я не о своей пользе так говорю а здесь кроме гонения ничего нет вот тут на меня лепятся и лепятся ну черный список я уже почти 15 тысяч занес больше 200 роликов против меня мне зачем это все это награда награда но там то я бы говорил вот я когда до этого был ездил я у баптистов во всех там и в Таллине там в Риге давали мне слово а потом когда увидели что начался отток не из православия баптистов а наоборот и везде разослали свою энциклику баптистов всех Б маловузовская 3 в Москве у них чтобы мне нигде не давали больше слова ты давай конкретнее Роман уже вокруг да около ходишь я пытаюсь задать давай быстрее давай уже мало времени остается если бы вы были баптистом то вы бы евхаристию принимали бы у православных да там у католиков у православных да почему если бы они приняли так куда принимать у них все было бы действительно раз я там был она бы называлась уже не баптист а как то православные нового формата или как то там еще нет вопрос то в другом они то вы говорите если бы они приняли священство я про это и отвечаю если бы они приняли священство у них бы тогда хлебопреломление это даже не в виде литургии было бы действительно и тело и кровь куда бы я пошел то ясно я не вижу что тут написано выскакивают буквы я не успеваю прочитать там неважный вопрос такой они долго что-то рассуждают ну давайте у кого что есть а то время то уходит разрешите пожалуйста прочитать буквально три предложения истолкования что написано сектантов в книге откровения 13 глава 11 стих не случайно в сектах нет таинств а есть только подобие отравленное вино подобно чистому но и спивший такую чашу умирает а потому нет у них спасения люди не отличив агнца от подобия агнца гибнут и приводится здесь еще место берегитесь лжепророков которые приходят к вам в овечьей одежде а внутри суть волки хищные матфея 7 15 ну и что вопрос о чем вопрос нет я для романа чтобы он понял что нет таинств в сектах и нет там спасения поэтому тут рассуждать а если было пошли бы на те таинства участвовали бы или нет там нет спасения и игнать тихонич в принципе никогда не был в сектантах и никогда не участвовал в этих таинствах и вот которые обратились в сектанты Они все сразу пришли в церковь, Алифтина, еще у баптистов была, а уже отреклась. И она уже ходила в Покровский собор, на службе уже причащалась. Потом ездила все время в осенники, там, где матери говорила, мать обратилась ее. А здесь его родители точно так же и соборовались, и все приняли. Конечно, хозяин очень недоволен был, но так и остался в этом. Автоматически бы у баптистов было бы, как бы приняли они. Они бы не приняли, так неправильно говорить. У них бы, а Ихаристия, она бы автоматически стала телом и кровью. Хотя бы они про нее говорили, что это не тело и кровь, но так как священники настоящие, то она бы становилась, мы знаем, что она становится телом и кровью. Нет, Роман, не надо философствовать. Что бы делали, они не думали, они даже верят в это. Этого недостаточно. Они даже были на Евангелии, говорится, руку положив, обещать Богу, никогда против Божьей Матери не говорить, против церкви и прочее. За этим-то еще условия были. Не просто так далее. Положили сейчас тайно, и все у них стало. Они как были, еретики такие и будут. Вся рука положена у Ариан, были Настариан. Но однако же они еретики. Надо принимать все. Допустим, а можно без икон? Можно. Можно. А если мы не будем эти акафисты считать? Можно. Но не против. Нигде иконы идолми не называть. Вот так. Я определенную, еще такую программу выстраиваю. Что второстепенно? Второстепенно свобода. Обо всем любовь. Ром, смысл, если баптист принимает священство, то он становится православным. Все, им только этого не достает. То есть невозможно баптисту принять священство, но умея не признавать Евхаристию. Он само собой общается. Не надо. Зачем ему тогда принимать это, если он в это не верит? В этом вся суть. Его спросят, не веришь, а зачем тебе рукоположение тогда? Его никто не будет рукополагать. Вот Питер Гилквист обратился. И сколько их там? Две тысячи человек отошло от баптистов. Там другие были наименования. Они путем исследования разбились на группы. Давай узнавать в течение года. Ты находи все про литургию, я про такое-то, про праздники, про Богородицу. А потом собрались, стали говорить, увидели, мы совсем и не церковь. Все. И вот книга сейчас вышла, она так и называется. «Возвращение домой». Питер Гилквист. Сейчас в интернете можно найти даже. Так. Вот сейчас то, что говорят про священников. Алексей Ильич Осипов как раз наших священников учит так, что это не тело и кровь Христа. Так что у нас куча священников, получается, рукоположенных у нас православными московскими. Роман, Роман, не надо, дальше не надо, не трать время. Тебе, Игорь, сделал замещание. Зачем это бред не собирать? Ни одного священника такого нет. Если бы он говорил, его бы сразу выкинули. Ну так Алексей Ильич Осипов учит священников. Это еретик, еретик. За хвост и в яму. Вопрос окончен. Покажи этот ролик. Ролик, покажи этот. Я что-то не слышала. Вы знаете, посмотрите. Это против ереси такой, прям сайт целый есть. Называется против ереси. Он дал объяснение на это. Совсем не это имел в виду. Сказал, может быть, хитрый, хитрит. Но главное, его потребовали объяснение. И он дал объяснение. Роман, ты неправильно понял, наверное. Ну ладно, вопрос не надо нам трогать уже. Время нету. Если времени нет, я отхожу. На молитву, Сергей, призывай тогда уже. Помолимся? Конечно. Поистине достойно прославлять Тебя, Богородицу, Всегда блаженную и непорочную, Матерь Бога нашего. И достойно большей почести, чем хирургимые послави свои, Несравненно выше Серафимов. Ты без нарушения чистоты родила Бога. Слово, и как истинную Богородицу, мы Тебя величаем. Я тут не вижу, кто остался-то. У меня не видно, кто тут остался. Если никого я не вижу, пускай сестра Рахиль помолится. Что-то я каждый день стала, да? Вот сюда от нити, вот. Цифра 23. Ну подожди, я ладно, посмотрю, что тут. Галинка Быкова. Есть такая? Тоже нету. Господи, наш милостивый Бог Егова. Вот, я не знаю, Виктор. Уже молится она, уже молится. Погромче. Милостивый наш Бог Егова, Алва-Оче, услыши нашу молитву. Слава Тебе за сегодняшний день, за сегодняшнее занятие, за то, что Ты собираешь наш у ног своих. Господи, слава Тебе. Помоги нам уразуметь и применить все, что написано в жизни. Помоги нам заботиться о людях, любить их искренне. Тебе же славу посылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне, пресной и во веки веков. Аминь. 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 Спаси Христос. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аминь.